Привет, Эльдинка! И это будет пилотный выпуск Чайных Историй. И сегодня я расскажу о том, как я решила покрасить волосы. На тот момент у меня были темно-каштановые волосы. На самом деле тоже крашеные, но я хотела покрасить именно в неформальный цвет. Я до этого, после этого, я заплетала себе дедреды, которые очень хорошо оттягивали волосы. И они как бы длиннее после этого становились. На тот момент я хотела себе, вот прям, не знаю, меня так ударило, резко. И я захотела себе сине-розовые волосы, короткие. Даже где-то рисовала эскиз прически, который я хочу, но в результате все равно мне прическу сделали другую, типа покреативней. Но покрасили в сине-розовый, так как до этого я вообще никак не высветлялась. И спросить, как это делается, у меня было не у кого, потому что я не ходила в какие-то парикмахерские или салоны, у меня не было знакомых парикмахеров. Поэтому я залезла в интернет и нашла там материал, информацию о том, что нужна супра и окислитель. Так как у меня даже мысли не было углубиться и прочитать по этой теме немножко больше информации, чтобы понять, какой окислитель нужен, какой фирмы супру лучше покупать, я пошла в первый близлежащий парикмахерский салон и купила там супру и трехпроцентный окислитель. К приходу домой я это все смешала, нанесла на волосы и поняла, что оно вообще никак не осветляет. Ходила, наверное, час, волосы высушились, но не осветлились. Я решила попробовать через пару дней. Так как я не нашла информацию о процессе окрашивания от и до, я решила снять свое видео, как я высветляюсь, может быть, это кому-то и поможет. Кто хочет посмотреть весь процесс целиком. Если будет интересно, вот сюда тыкните. Ну и, собственно говоря, осветлялась я дня три. Потому что во второй раз я купила 12% окислитель и 6% окислитель. Тоже их смешала, нанесла. Волосы осветлились где-то, не знаю, ступеней на пять, наверное. Они очень значительно осветлились, то есть уже были не каштановыми. На самом деле это тоже была краска до этого. Уже имели рыжий оттенок. И из этого рыжего оттенка я потом выходила именно с смешиванием окислителей. Ну, вот моя ошибка была в том, что я взяла потом еще несколько раз 12% окислитель, который вообще нельзя брать. То есть он нужен, если свои волосы. Такие черные, черные, прям и синие черные, цыганские, плотные, толстые. В волосах типа славянки, да? Они вообще никак не подходят. И они их сжигают. Что, собственно, с моими волосами и произошло. Но уже тогда я успела купить Дирекшн, краска Дирекшн. Зеленый, синий, розовый. Розовый на мои волосы вообще никак не лег, потому что маска осветляющая, которой я обрабатывала волосы, она их не выбелила. То есть либо я что-то сделала не так, либо мои волосы просто уже были настолько убитыми, что эта маска была бесполезна абсолютно. В итоге меня подстригли вот так вот. За пять кусков меня подстригли. И окрасили в родной цвет. Причем краску мне сказали купить тоже самой. За эти деньги я могла в салоне нормально все это сделать. Потом я заплела себе черные, голубые дреды. Дреды. То есть удлиняющие. Они были тяжеленькие, где-то по весу 5 кг. Они мне очень нравились. С ними я проходила месяца три, хотя ходить можно всего два месяца, потому что у основания волосы спутываются в колтуны. Сняла. Два дня, наверное, расчесывалась. Учёсывала все вот эти вот, как же сказать, не колтуны, а какие-то кусочки отмершей кожи, отмершей волосы из головы. Там уже свои дреды начали образовывать. И через, где-то через дня два я пошла к мастеру, который нарабатывал себе портфолио в креативных стрижках. Заказала два тюбика антоцианина. Голубой цвет лагуна блу. Не знаю, как это говорится. И то ли свет пинг, то ли пастел пинг. В общем, такой розовый, такой вот прям как жвачка. Меня красили. Но на осветленных волосах, не на тонированных, то есть просто их осветлили, и там вот этот жёлтый цвет оставался. Через, где-то через пару недель или через месяц голубой стал зелёным, а розовый стал рыжим. Покрасилась ещё раз. На самом деле мне дико нравились эти цвета, и вот ходить с ними было просто одно удовольствие. И потом, опять же, из салона Моне мне поступило предложение снова быть моделью для начинающих мастеров. Вот. И меня окрасили опять в тёмно-каштановый. Из-за этого тёмно-каштанового я уже пыталась отрастить волосы. Их опять осветляла, потому что хотела чисто белые волосы. Некоторое время красила брови. Потом психанула и решила подстричься. Сейчас опять их утращиваю, но окрашивать, скорее всего, именно с осветлением больше не буду. А также пару раз волосы наращивала. Трессовое наращивание было каниколоном. Но проходить больше полутора недели я с ними не смогла. Но внешне, в принципе, выглядело классно. Сейчас хочу попробовать капсульное наращивание натуральными волосами. И вот буду смотреть, что из этого выйдет. Вторая история – это как меня сбила машина. По-моему, в 2014 году. В 2014 году, даже, наверное, в 2013, я познакомилась с тату-мастером, который был частником. И он мне предложил бесплатное обучение татуировки. Ну, то есть это было не совсем бесплатно. Это было, скорее, обучение в бартер. То есть он меня учит, а я ему добиваю те участки тела, до которых он не дотягивается. Странный мастер, да. Вот. Ну, и, собственно говоря, это было второе или третье занятие. Я туда ездила со своей девочкой, с Авелем. Собственно говоря, когда меня машина сбила, она меня и спасла, в принципе. Ну, Авель. Ну, и как это было? Ехала я из Москвы в Троицк. В Троицк 3 часа ехала. Ну, то есть где-то час на метро, час на маршрутке, может, даже полтора часа. И полчаса пешком до самого дома этого мастера. Свою станцию я, как всегда, проехала, потому что, ну, не знаю, в обществе у меня была проблема такая, что вот я не могу, просто я не могу попросить водителя маршрутки или автобуса остановить меня на нужной остановке. Вот просто я пытаюсь, но вот как будто рот просто зашили, и все. Меня не слышно. Проехала я, значит, остановку, мы шли пешком. То есть это еще накидывается полчаса. Шли пешком, а перехода пешеходного не было. Машин тоже не особо много было. И была зима. Вот что самое главное, это была зима, потому что зимой тормозной путь увеличивается. То есть если ты идешь, допустим, вот, ну, представим, что... Дорогу толщиной с палец, да, и вот такой путь. То есть если ты идешь здесь, а машина едет здесь, и здесь она тормозит, то она еще где-то, то ли, не помню, то ли 6 метров, то ли 10 метров, она еще по инерции едет. То есть скорость упадет, но тебя все равно собьют, если ты ничего не предпримешь. И вот просто, я не знаю, черт меня дернул, начать переходить дорогу. И вот я начала, и вот я понимаю, что у меня вот буквально в паре метрах от меня едет машина, она тормозит, но она пытается свернуть, и я туда же. Я туда же просто бросаюсь, и так... Следующие 3 секунды, это... Нет, нет, боли никакой не было. Я чувствовала просто звук удара. Собственно говоря, мне кажется, я тогда просто превратилась в какой-то мешок картошки, потому что ни боли, ничего, никакого страха не было. Было вот 2-х секундное или 3-х секундное ощущение полета, и я благополучно приземлилась на асфальт сзади машины. И меня еще по крылу немножко мазануло. Вот. Шапка валяется где-то, не знаю, в метре от меня. Телефон с наушниками тоже. Очки валяются... Вообще, я не знаю, где я где-то вот... Мы их потом нашли, они были... По-моему, слева от машины. И метр на 3 дальше, чем я. И... Выходит... Ко мне, собственно, водитель. Спрашивает, ну... Все ли со мной в порядке? Ну... Чувак, ты меня сбил! Конечно, со мной все в порядке! Ну, и говорит, давай я вызову скорую. А я понимаю, я понимаю. Что у меня особо серьезного ничего нету. То есть... Даже, может быть, ну, и есть сотрясение, да? Но оно... Небольшое. Вот. К мне подбегает... Авель. Помогает мне встать. Собирает вещи. Я говорю, нет, вообще, скоро не надо, потому что, ну, мы сюда ехали почти 3 часа, и за 15 минут меня увезут в больницу. Зашли мы в магазин. Авель мне дала обезболивающее. Дала обезболивающее насильно, потому что у меня ничего не болело. У меня было там пару ссадин, синяков, но ничего не болело. Все последствия как раз-таки проявились только через, по-моему, через дня 2 или 3. А у меня как раз вот это вот... Великолепное жабо было. Ошейник, который поддерживал шею, из-за того, что у меня было смещение шейных позвонков и частичное атрофирование мышец. Вот эти вот... Не помню я, как они называются. Как бы после этого меня повезли к врачу. Причем не родители. Меня повезли к врачу. Люди с работы, потому что я жаловалась на то, что я не могу держать голову прямо. То есть она у меня заваливалась либо на бок, либо назад. Когда я сидела, вот особенно вот просто немножко назад откидывалась, и у меня голову вот так вот падала. То есть я ее держать не могла. И все это было бы, в принципе, довольно смешно, если бы не было так грустно. Собственно говоря, если вам было интересно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь своими историями в комментариях. Потому что мне, например, интересно было бы тоже прочитать какие-нибудь истории о вас. Может, у вас какие-нибудь забавные казусы были, или такие, как у меня. Это является нам каким-то уроком в жизни. Сердцем, духом смирен, верный сыну наследовал трон. Субтитры подогнал «Симон»